Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы показать, как сделать вот такого замечательного котика небольшого. Он подойдет на подарочек небольшой, своими руками на День Святого Валентина. Также можете этого котеночка сделать как брелочек, то есть подцепить такой небольшой шнурочек и подойдет на, допустим, какой-то рюкзачок детский, на сумку. В общем, на ключке он довольно-таки небольшой, сантиметров 9. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла бледно-розового цвета. Хотите, возьмите любой другой цвет из остаточков своих ниточек. Крючочек нужного диаметра под пряжу, ножнички для обрезания кончиков. Также я взяла для украшения, сделала с небольшого кусочка ленточки бантик на хвостик. На пузике у меня будет красненькое сердечко. Также красным цветом я вышью носик котика. И глазики у меня будет две черненькие бисеринки. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Берем нашу пряжу и крючок. Делаем кольцо амигуруми. Затем закрепляем. И в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживая петелечку, стягиваем наше колечко. Теперь в каждый столбик нам нужно сделать прибавочку. Значит, два столбика без накида в каждую петелечку делаем. Итак, первый столбик. Сюда же прибавочку. Второй. Затем третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и сюда же двенадцатый. Вот мы сделали во все столбики прибавочки. А теперь будем вязать следующим образом. Без прибавлений и убавлений нам нужно провязать, получается, мы провязали сейчас прибавление, был второй ряд. Сейчас с третьего по восьмой ряд нам нужно провязать столбики без накида. У нас получается 6 рядочков, если мы возьмем по 12 петелечек, по 12 столбиков, у нас получается 72 столбика без накида. То есть, вот сейчас мы вяжем первый столбик, второй столбик, то есть, каждый столбик, каждую петелечку мы вяжем по столбику без накида. То есть, 3, 4 и так вам нужно провязать 72 петелечки. 5. Продолжайте самостоятельно. Вот я довязала свои рядочки и у меня получилась вот такая замечательная лапка. Таких лапок нам нужно связать 2 штучки. То есть, сейчас отрезаете вот эту ниточку и начинаете заново. Делаете кольцо амигуруми, у него 6 столбиков без накида, затем прибавочки и снова 72 столбика без накида. Вот, я связала вторую лапку и теперь берем вот так вот присоединяем первую и вторую вместе провязываем. Ну, то есть, как бы продолжаем. Вот, продолжаем делать столбики без накида. То есть, вот так вот дальше как бы замыкаем в кружочек наши лапки. Продолжайте по кругу вязать вторую лапку. Вот так вот. Присоединяйте ее, присоединяйте вокруг. Вот так вот. Присоединяйте с этой стороны. Вот так вот провязываете весь столбик и переходите к следующей лапке. И дальше продолжаете вязать. Завязали вторую лапку. Ее также обвязываем. Вот. Таким образом мы связали вот так вот рядочек. Это будем считать первый ряд мы провязали. То есть, по счету у нас уже продолжаем девятый получается. И еще один рядочек провяжите самостоятельно вокруг. Десятый наш рядочек. Вот так вот продолжаете. Также в каждую петельку присоединяете. Десятый рядочек. До вот этого момента. Вот, я довязала два рядочка наши. Присоединила лапки. Приступаем к следующему ряду. Он у нас по счету получается одиннадцатый. То есть, мы сейчас спереди делаем три бабочку одну. Один, два, в один получается столбик. Делаем три бабочки. Теперь вяжем дальше столбиками без накида. Продолжаем. И где-то посерединке лапки нам нужно снова сбоку сделать одну прибавочку. То есть, вот здесь вот я сейчас довязываю и делаю прибавочку. Вы так ориентировочно поделите лапку напополам. То есть, делаем прибавочку вторую. Теперь вяжем дальше столбиками без накида просто в каждый столбик, в каждую петелечку. И ориентировочно где-то сзади, ровно посерединке. Также сделайте прибавочку в один столбик, два столбика без накида. Теперь дальше продолжаем вязать столбиками без накида. Это у нас уже была третья прибавочка. И теперь продолжаем вязать. Снова ножку делим нашу вторую напополам. И приблизительно ориентировочно делаем и в этой половинке прибавочку. Таким образом мы сделали четыре прибавочки. И теперь доходим до конца, так сказать, нашего ряда. Вот я довязываю до конца ряда, который у нас начинался, так скажем, между ножками. Довязываю вот эти петельки. И продолжаю вязать столбиками без накида, без прибавлений каких-либо 13 рядочков. То есть, вот, как вы себе так отметили серединку ножек. Хотите, можете отметить маркером, либо ниточкой. Я буду считать 13 рядочков по ходу вязания. Так, продолжаем без изменения вязать. Вот я провязала полрядочка. И нам осталось завязать 12,5 рядков. После того, как мы провязали 13 рядочков, я сейчас предлагаю вам немножечко вытянуть петелечку и наполнить ваточкой наши лапки. Я вначале вам не сказала, что я буду наполнять ваткой. Хотите, можете наполнить, в принципе, любым наполнителем, какой вам нравится, подходит. В общем, можно специальным для игрушек. Я, например, честно говоря, текстильные игрушки делаю, как бы, ватой набиваю. Ну, то есть, у меня, в принципе, детки ими не играются. Если у вас, ну, как бы, есть желание, возьмите специальные. В общем, повторяться не будут. Итак, наполняете ваткой ножки наши, пузико, вот здесь вот, таким вот образом. И здесь продолжаете набивать. Вот мы донаполняли наши ножки и туловище, так как бы я не совсем доверха его наполнила. И теперь продолжаем наше вязание. Но сейчас мы должны будем с четырех сторон убавить. Для этого, смотрите, берем первую полупетлю, вторую полупетлю. Продеваем вот так вот, делаем столбик. И через два столбика протягиваем ниточку. И так мы сделали такую тайную, как бы, внутреннюю убавку. Теперь вяжем столбики без накида до серединки ножки, как я вам первый раз говорила. Довязали до серединки. И теперь делаем здесь убавочку. Я, наверное, вот здесь прираспущу. Мне кажется, здесь более серединка у меня. И снова беру две полупетли, делаю полустолбик и столбик заканчиваю. Ну, все. Таким образом я убавила второй раз. Теперь вяжем столбики без накида до серединки между ножками. И делаем третью убавку. Вот так вот. И таким же образом довязываем до половинки второй ножки столбиками. И снова на серединке мы сейчас сделаем четвертое убавление. Вот. Делаем четвертое убавление. Два полустолбика захватываем за переднюю стеночку. Столбик заканчиваем. Все. Теперь довязываем до конца нашего ряда. Таким вот образом, без изменения. И теперь следующий ряд. Сделайте полный ряд столбиками без накида, без убавлений. Провязали без изменения ряд. И теперь снова делаем четыре убавления. Первое убавление по серединке в начале нашего ряда. Дальше идем столбиками без накида до серединки ножки, как я вам первый и второй раз говорила. Теперь дошли до серединки ножки, делаем наше убавление второе. Теперь снова делаем столбики без накида до серединки помеж ножек. Вот так вот. И снова здесь делаем убавление. Так вот. Два полустолбика захватываем. И все. Дальше снова идем. Это у нас было третье убавление. Дальше идем до полу ножки. Делаем вот четвертое убавление. И все. До конца ряда довязываем столбиками без накида. Довязав до конца ряда, следующие два ряда нам нужно провязать без изменения. То есть вяжем столбиками без накида. Но второй ряд мы не довязываем до конца, а приблизительно доходим вот сюда до бочка. И затем продолжаем. А продолжать мы будем таким образом. До вяза мы дальше донабиваем нашу, так скажем, голову. Вот так вот. Ну, не такую, не делайте слишком такую вот, как бы, набитую сильно. Как бы, вот эту часть, где пузико, нам надо хорошо набить. Где голова, в принципе, тут, ну, не слишком набиваете. Так, чтобы у нас вот эти вот крайние два рядочка, которые мы только что довязали, были такие, ну, не слишком, как бы, наполненные. Итак, наполняете. И делаем теперь следующим образом. Берем, одеваем снова на крючок петельку. И соединительными столбиками сейчас будем сшивать наши вот эти петельки. Смотрите, берем с одной стороны захватываем петельку, с другой стороны, захватываем ниточку и делаем протяжку. Теперь снова с одной стороны петельку, с другой стороны петельку, захватываем ниточку, протяжку. Смотрите, когда будете делать протяжки, чтобы у вас ниточки не раздваивались. От этого зависит качество вашего красивого шва. Таким образом делаем протяжки наши. И вытягиваем в одну во вторую сторону ниточку. И снова протягиваем. В одну во вторую ниточку протягиваем. В одну во вторую протягиваем. Не ниточку, простите, петелечку. в одну во вторую протягиваем в одну во вторую протягиваем вот такими вот протяжечками мы сшили вот так вот как вы видите у нас получились вот такие замечательные ушки котиков теперь обрезаете ниточку вытягиваете ниточку обрезаете и прячете кончики теперь нам осталось всего лишь сделать лапки и затем вышли носик, ротик и почти котенок готов для лапок делаем кольцом и гуруми вот так вот закрепляем и делаем 5 столбиков без накида 1, 2, 3 4 и 5 втягиваем наше колечко второй ряд делаем следующим образом в одну петлю делаем столбик без накида а во вторую прибавку то есть столбик без накида во вторую прибавка затем снова столбик без накида прибавка прибавка и в пятую петлю делаем просто столбик без накида связан у нас второй ряд третий, четвертый, пятый и шестой то есть 4 рядов нам нужно провязать без прибавочек вот таким образом это у нас получается второй ряд третий ряд начинаем со следующей вот можете себе отметить я всегда беру небольшой кусочек ниточки и отмечаю начало ряда я буду знать что это у меня начало до третьего ряда до шестого ряда вяжем без изменения в каждую петелечку столбик без накида провязали 4 ряда делаем соединительный столбик протяжку так вот и вытягиваем ниточку оставляем сантиметриков где-то 12 ниточки для того чтобы пришить нашу ручку делаем таких ручек две штучки у меня две лапки готовы поэтому я приступаю к последней детальке это хвостик делаем кольцо мегуроми закрепляем и его набираем 5 столбиков без накида 2 3 4 5 и теперь вяжем каждый столбик в каждую петелечку столбик без накида 1 2 3 4 и 5 таким образом мы провязали первый ряд таких рядочков нам нужно провязать 14 то есть еще провязывайте 13 рядочков без прибавления и убавления вот я довязала хвостик и делаю соединительный столбик теперь обрезаю ниточку для пришивания оставляю и вытягиваю все теперь все детальки наши сделаны уже и нам осталось вдеть ниточки в иголочку и теперь хвостик пришить сзади спереди у нас будут вот такие лапки которые мы связали с вами и вот когда я детальки сошью покажу вам что будем делать дальше вот я сделала сборку у меня получилась вот такая замечательная фигурка котенка чтобы эту фигурку сделать как бы превратить красивого кота нам нужно ее украсить смотрите я взяла бантик сделала вот так вот я его пришью на хвостик затем после того как вышью носик еще сделаю на пузике вот такое сердечко замечательное пришью и глазки бусинки вот так вот выше носика моего будут глазки бисериночки и так в общем мы начинаем вышивать носик вдеваем ниточку красную в иголочку хотите возьмите ниточку мулине для вышивания я например взяла для вязания ниточку и вытянула половиночку в общем как бы разделила на две части ниточку для вязания и вот в дело в общем поставьте вот так вот пальчик где вы хотите чтобы располагался носик я например я вот ставлю и начинаю вышивать вышиваем мы крупными стежками носик он у нас как бы такой должен небрежный быть такой в общем большими большими стежками хотите конечно же можете какую-то там пуговичку пришить ну честно говоря мне эта идея не очень к душе припала поэтому я начинаю как бы такими вот стежочками крупными вышивать носик у кота прям так не жалейте ниточку довольно таки делайте крупно где вы считаете чтобы у вас располагался нос и так вот вышиваете вышиваете как бы такой вот ладью так сказать небрежный в общем вышиваем носик нашиваем вы вышиваете какой у вас цвет я например вышиваю красненьким поэтому я взяла красненькую ниточку хочу чтобы у меня было сочетание сердечко моего красненького с носиком хотите возьмите сделайте зеленый какой-то нос там с зеленым сердечком или можете сердечко вообще не делать можете какую-то пуговичку пришить или цветочек в общем как ваша душа пожелает итак вышиваем носик затем мы продолжим вот я вышила носик теперь я буду вышивать тротик для этого я выдела бежевую ниточку иголочком и буду вот здесь вот сбоку вводить под носик как бы вот вводим вот так вот бежевый цвет почему под носик потому что ну я хочу как бы спрятать узелочек чтобы его не видно было поэтому под носик и теперь вот так вот вперед иголочкой начинаю вышивать швом вперед иголкой как шьют обычно вот так вот начинаю вышивать буквально два-три стежочка делаете и затем я делаю вбок чтобы вышить вот теперь я его пропаду вбок и вышиваю ротик в принципе я думаю что здесь ничего сложного нет поэтому я думаю что вы здесь в принципе без лишних вопросов не справились вышиваю носик несколько стежков здесь захватилась ниточка хотите если вам кажется что не видно хотите еще раз пройдитесь по тем швам которые вы вышили у меня например плоховато видно в принципе на видео так еще и подавно не видно в общем я сделала под носиком вот так вот полосочку три стежочка и вот так вот ротик сделала буквально как бы вам показать вот если вам видно вот так вот я сейчас еще сделаю пару стежочков чтобы мне наверняка было видно ротик так вышиваете ротик затем пришиваете вот так черненько обычной швейной ниточкой глазки как вы хотите чтобы они располагались чем прикольнее тем лучше честно вам скажу можете сделать поближе можете наоборот подальше в общем как пришьете так они у вас и будут пришиваете глазки я еще пришью на пузико свое сердечко вот как вы видите я пришила глазки сделала сердечко пришила вот у меня виден ротик ну как бы немножечко вам не видно так как на светлом светлое и я пришила бантик на хвостик у меня получился замечательный вот такой вот котик я сейчас хочу ему сделать пару я буду ему делать мальчика скорее всего это как бы более похоже на девочку так как она у меня бледно-розовенькая я буду делать либо черненького либо коричневого котика украшу его по-своему как я захочу если хотите вместо сердечко вот этого можете пришить пуговичку либо какую-то ленточку бантик можете пришить здесь на голове ну то есть как вам ваша фантазия в общем велит я надеюсь вам понравился мой видео урок ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ровных петелек вам пока-пока